Так вот ты какой! Ликероводочный для женщин! Здравствуйте, мужчина! Чем могу помочь? Бутылки! Принимаете? В смысле? Ну, как в пивной. Ну, четыре типа сдаёшь, и тебе одну полную дают. А, нет, мы по-другому работаем. Пять! Что пять? Ну, пять сдать надо? Нет. Блин, придётся, значит, ей что-то покупать. Может быть, вы заодно и себе что-нибудь выберете? Тихо, да мне-то зачем? У меня вообще экономный вариант 20 гривен. О, пожалуйста, смотрите, вот морской бриз, а сегодня в честь праздника вот запах новой машины. Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, а чем так воняет? Как будто кто-то навалил в новой машине у моря. Не в курсе. Да. О! Да. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, три флакона женских духов. О! Красавчик! Сразу на три года вперёд покупаешь. Молодца! Это, между прочим, трем любовницам. О-о-о! И один мужской, пожалуйста, запах. Это мужа одной из любовниц. Всё-таки лучшие друзья. А вот это что за наборчик у вас? О, это прекрасные кремы на основе мёртвого моря. Один набор мне, пожалуйста, для тёщи. Вы знаете, они так омолаживают. А, омолаживают? Тогда отменяется. Повёлся на слово мёртвое? Да. Сколько с меня? С вас три тысячи гривен. Хорошо, замечательно. Возьмите. Скажите, а презервативы у вас есть? Презервативов нет. Пакетик давать. Пакетик. Ой, нет, ну в смысле, для духов пакетик давать? Для духов. Конечно, конечно. Хорошо. Пожалуйста. Для Светочки, для Анечки, для Наташки с мужем. Замечательно. Главное ко всем успеть теперь и всё сделать. Сдачи. Смотри, не сотрись, мужик. Да, он за сто лет эксплуатации на один микрон стирается всего. Другой. Слушайте, девушка, я вот что-то вообще понять не могу. Чё у вас все духи рыбой воняют? Какой рыбой? Копчёной селёдкой. А, вы знаете, вот вы... Понюхайте эти, только возьмите в другую руку. О, эти не воняют. Да? А может быть вы сегодня рыбу ели? Нет. Вчера. Вчера. Скажите, для кого вы выбираете? Для бабы, для своей. Отлично. Скажите, давно знакомы? Пять лет, душа в душу. Ну, правда, мы три года назад расстались на три года. Это всё из-за духов. Говорит, я их выпил. Что ж там пить 20 грамм? А скажите, а сколько даме лет? Не, ну это как посмотреть. Вот когда накрашено, лет 25. Вот не накрашено, лет 35. А когда утром, в бегутях, я её вообще с тёщей путаю. А скажите, а на прошлое 8 марта, какой аромат вы ей подарили? Какой аромат? Я просто ёлку вынес и всё. Давай, 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 а что ты купишь? А может всё-таки, ну как бы, я... Никаких, может всё-таки, ну как бы... Хорошо, пожалуйста, 200 упаковок по карабану и 300 живанши. Ха, вот это ты, мужик, перед женой накосячил. Нет, это, я, понимаете, я просто единственный мужчина на швейной фабрике. Женщина, вот что ж вы так с единственным мужчиной на швейной фабрике, а? А чё он нам в прошлом году по тюльпанчику только подарил? 500 тюльпанов это тоже деньги, между прочим... Так ты, не это, я сама деньги считаю. Слышь, мужик, может ты просто уволишься и всё? Ну... Я пробовал, ну понимаете, я директор этой фабрики. Вот, а она главный бухгалтер, она мне зарплату платит, ну... Я тебе уволюсь, я тебе уволюсь. Вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Девушка, вы нам счётик скиньте, мы вам по безналичку передадим, да? Да, да, да. Ну, вот что, я могу быть свободен? Какой свободен? Сегодня праздник, корпоратив, и 500 женщин ждут любви и ласки, пошли. Нет, нет, нет. Это точно сотрётся. Женщина, вот вы мне объясните, вот это 150, это объём в миллилитрах? Нет, это цена в долларах. Хираси. Лакосте, хираси, у нас такое не представлено. Это что, Япония? Нет, это украинский бренд. Он объединяет все зарубежные бренды. Хираси. Вы знаете, не слышала, не слышала. Так а чё ж вы все женщины только такие духи и просите, чтобы хираси было? Есть что-то дешевле у вас? Ну, вот есть точно такой же аромат, но только пробник и без крышечки. 100 долларов. О, я понял. Так а если без бутылочки, это ещё дешевле будет? В смысле? Ну, в смысле, на разлив. Парта у меня с собой. Оп, и всё. Нет, конечно, у нас вообще-то серьёзное учреждение. Серьёзное учреждение? Если у вас серьёзное учреждение, то орешки должны быть бесплатными. Это шариковая пудра. Я прошу прощения, мужчина, а вы покупаете? Принюхиваюсь. Девушка, тогда мне дайте, пожалуйста, для моей жены крем для тела, крем для лица, крем для рук, крем для ног и... Что и? Ну и для интересных мест. Спасибо, что подсказали. Девушка, крем для век. Для каких век? Ты чё, ты если бабу всеми этими кремами обмажешь, она ж во время секса выскользнуть может? Вы не понимаете, это для красоты. О, для красоты я тоже люблю, когда моя красоту наводит. Особенно я люблю вот эти маски, когда у неё огурцы на глазах вот так лежат. А при чём тут огурцы? Ты чё, это вот океанная закусь. Девушка, давайте вот всё. Да куда всё? Ты вообще с женщиной живёшь или с заварным пирожным? Зря вы так. Между прочим, после этих кремов кожа становится нежной и гладкой. А? Как попка у младенца? Так у тебя что, жена, одна сплошная попка? Вот с вас две тысячи гривен. Я могу телефоном рассчитаться? Конечно. Оба-на! Так я тоже могу телефоном рассчитаться? Вот вы своим нет. Блин. С наступающим вас. Слушай, а зубом? Он золотой, реально. Нельзя рассчитываться ни зубом, ни собаками. А зубом собаки? Нет, конечно. Вот чёрт! Поистине бесовской праздник, поистине бесовской. Ой-ой-ой-ой. Пока всем служницам подарки отыщешь, самому кочуриться можно. Здравствуйте. Батюшка, так 8 марта это ж вроде и не церковный праздник. Ещё какой церковный? Это праздник всех мужчин-великомучеников. Что у вас из новой коллекции есть? Так, у нас из новой коллекции есть Живанши, Дьявол в оплоти, Дольче Габбана, Дьявол в дьяволе и новый аромат сербский Дьявол Дьяволович. А есть ли что-нибудь не такое тематическое? А, да, конечно, вот. То есть чурная мантия и Божественная страсть. Божественная страсть? А ну-ка. Это что, с феромонами? Не надо с феромонами, мы с дьяконом не железные. Вот это что? Что за аромат? Вот это? А, это новый аромат с нотками сандалового дерева. Ну-ка, ну-ка, можно? Вот это давайте налью в кадила, пускай прихожане порадуются. Все? Да, ну и одну божественную страсть. Гулять так гулять. А вот, пожалуйста. С вас 999 гривен. Ой, что ж так дорого. А с моей скидочкой? А, с вашей скидочкой, да, забыла. А, 666. Вот это уже по-божески, давайте. Так, у вас карточкой или наличными? Черный нал. Благодарствую. Слушайте, батюшка, батюшка, подождите. Слушайте, вот, а если я не подарю подарок на 8 марта, это большой грех? Нет. А, ну ладно, все хорошо. Но ежели ты крепко решил не поздравлять свою женщину с 8 марта, советую тебе исповедоваться и заодно на отпевание запишись. Очереди у нас большие. Удачи. Так это, девушка, давайте срочно мне помогайте, давайте. А ну что вам, какой аромат, посвежее или стойкий? Стойкий такой, чтобы раз пшикнуло и 5 лет воняло. Но подешевле, да? Да. Вот это, что у вас такое? А, это мыло для интимных мест. То есть, если я случайно перепутаю, и лицо этим делом умою, то шо у меня на лбу вырастет? Боже, ничего у вас там не вырастет. Вот это не надо рассказать. Я в интернете видел, так там у одного мужа... Ой, тут дети, да, извините. Так, второй, а стоим, психа? Девушка, мне, пожалуйста, лучший аромат из последней коллекции. О, вот, пожалуйста. Так, дети, смотрите сюда. Если ваши родители захотят поздравить вашего классного руководителя с 8 марта... Скажите, что мне нравятся вот эти духи. Запомнили? Да. Хорошо. Так, осталось 5 класс в ювелирный сводить. И 11-б в магазин меха. А что, выпускной класс? Пусть мне шубу дарят. Да? Да! Молодцы, пойдем. Вот, моя пацана, когда в школу пойдет, в жизни учителям ни на что сбрасываться не буду. Скажите, вы уже определились с ароматом? Слушайте, я вот это тут нанюхался, мне теперь все духи одинаково воняют. Что такое? Возьмите кофе. Не духи, конечно, но тоже подарок неплохой. Нет, кофе нужно понюхать, чтобы возбудить обоняние. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а у вас есть духи с керамонами? Ой, да, сейчас. Простите. Ага, я смотрю тут. Вот, пожалуйста, да. Можно? Да. Ну что, хочешь меня? Нет. Что-то не работает. А сейчас? Нет. Я тебя хочу. Иди сюда, иди сюда ко мне. Ой, простите. Я вам женский дала, извините. Вы чего наделали? Как я в метро поеду теперь? У меня претензия. Сразу претензия. Ну, посмотрите, что это. Флакончик. Это не просто флакончик. Вы посмотрите. Тут трубочка не достает до самого доныша. Полмиллиметра. Скажите, пожалуйста, как моей жене выпшикать все? Вы мне объясните. Нет, подождите. Ну, здесь же всего две капли осталось. Я думаю, вашей жене они уже не нужны. Может быть, они ей уже и не нужны. Но у меня с ней есть договор. Что я куплю новые только после того, как она выпшикает старые. Так от меня что вы хотите? Вы можете эти две капли учесть в цене новых. Как вы себе это представляете? Очень просто. Я подсчитал миллилитраж. Да. Нужно вычесть из цены новых 0,1%. Ничего я вычитать не буду. Мужик, это же рижская сирень. Ты что, их 30 лет назад покупал? Да. Вам хватило на 30 лет 20 миллилитров? Хватило бы и на всю жизнь. Но просто в прошлом году мы сильно шиковали. Каждую субботу целый пшик. Вы знаете, максимум, что я могу для вас сделать, это скидку 1% на новый аромат. Вот это уже разговор. Самый дешевый. Вот, пожалуйста, как вам эти? Отличный аромат. А вы куда? Мне нужно посоветоваться с женой. Давайте мы хотя бы с вами разберемся. Давайте. Давайте. Куда вы пшикаете? В рот мне пшикаете, я все на вкус воспринимаю. Ой, 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 ой. Что? Я забыл флакончик. Вы им пользовались. Нет. Ну я же вижу, нет полкапли. Нет, не пользовалась. Вы им пользовались. Покажите мне камеры видеонаблюдения. Да я не пользовалась. Люди грабят, грабят весь белый дня. Тихо, 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 мужик, тихо, спокойно. Ну, слушай, ты хотел 0,1% за это все, да? Да. Вот я тебе даю целых 20 гривен. И покупаю у тебя их. Это уже отличный гешефт. Но только еще бутылочка очень красивая. Можно еще 10 гривен? На. У меня тара своя. Бери. Ладно, хорошо. Раритет. Спасибо вам, девушка. Спасибо. Подожди, там же всего 2 капли. Правильно. На сегодня моей жене хватит, а завтра уже все. Девятое. Знали ли вы, что танец на шесте официально признан видом спорта? Что интересно, мужчины так, да, 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 да. Знали, знали, знали. Да, на самом деле теперь мужчины будут ходить не на стриптиз, а на соревнования. Посмотреть на мастеров спорта Анжелу, Багиру и Лолиту. И теперь за победу на международных соревнованиях Национальный олимпийский комитет Украины прессовые деньги будет спортсменам засунуть прямо в трусики. Но, друзья мои, кстати, из-за постоянных проблем с допингом тяжелую атлетику собираются исключить из программы олимпийских игр и добавить туда именно танец на пилоне. Хотелось бы узнать, что ждет украинскую национальную олимпийскую сборную. А давайте заглянем в зал, где проходят тренировки по тяжелой атлетике. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, девочки! Значит, две минуты передышка, потом четыре километра кросс, потом двадцать минут спим, и опять тренировка. Прошу дамы не опаздывать. Ну что такое, опять разбросали все. Так, кто гриф от штанги воткнул куда-то, я не понимаю. Где блины? Ну, бабы. Это женская сборная по тяжелой атлетике страны, а? А убирать мне, тренеру, гантель разбросать. Кто вас замуж возьмет, потом я не понимаю. Накачанные бабы, вроде умные. Здравствуйте. В конце концов. Какое-то хулиганство в конце концов. Добрый день. Откуда звук, я не понял. Добрый день. О, здрасте. Так, детская секция по Дарцу в Тургом павильоне. Я прошу прощения. Да. Я из Министерства молодежи. Так, и? Культуры. Так. И спорта. И? И все. Хорошо, что вы на спорте остановились. Надо финансирование как раз поднять. Скоро Олимпиада, девочки переходят на 10-разовое питание. В туалете расход воды увеличится. Опять же тоже, понимаете ли. Я по-другому вопросу. Вам нужно покинуть этот зал. Дорогой ты мой человек. Вы нам даете новое помещение. Боже мой, золотой ты мой, ласточка ты моя. Так, иди сюда. Так, и где у нас теперь будет зал? Неужели Спартак? Нет. Динамо? Нет. В ДНХ? Вы неправильно поняли. Мы вас выгоняем и расформировываем вашу сборную. Расформировать сборную женскую по тяжелой атлетике. Вот приказ. Так. Это кто ж такую фигню придумал в министерстве? Что за камикадзе? А он понимает, что девочки могут его в темном переулке встретить и... Убить? Ну, это слабо сказано. Еще хуже переспать. Ну, извините, это не мы придумали. Международный олимпийский комитет принял такое решение, что соревнований по тяжелой атлетике больше не будет. И вместо ваших девочек здесь будет тренироваться сборная по пилону. Так, а, по пилону, по пилону. Это болезнь какая-то, по пилону, да? Нет, это... Что это? Ну-ка. Это такие танцы. Так, ну-ка. Слышь, мужик, танцы танцами, а что ты об нашу штангу ширинкой трешься, я не понял? Заканчивай это. Это спорт, понимаете, спорт такой. Слушай, ну спорт спортом, а ты еще снимешь штаны на хеза и нам здесь на гриф. Сейчас, сейчас, сейчас вы все поймете. Отойдите. Анастасия Анатольевна. Анастасия Анатольевна. О, блин. Анастасия Анатольевна, а. Продемонстрируйте, пожалуйста. Вы что там, с ума сошлись, что ли? Детка, не уходи далеко, я сейчас выйду за тобой. Вы что там, хотите у нас здесь стриптиз открыть, что ли? Нет. Вы что, бордель? Она спортсменка. А, то есть в министерстве через постель, теперь и в спорт через постель хотите все? Анастасия Анатольевна, идите, готовьте девочек, собирайте, а я решу вопрос с залом. Ага. Далеко не уходи, крошка. Пусть. Красиво идешь вообще. Молодец. У меня нет времени с вами спорить, решение принято, поэтому скажите вашим девочкам, чтобы уходили на все четыре стороны. Все, извините. То есть девочки четыре года не вылезали из спортивного зала, а я сейчас должен пойти им сказать, что они никуда не едут? Ну да, вы же тренер. Ага. Ну, замечательно. Идите, скажите. А знаете, что вы сейчас сами им это все скажете? Ну скажу, и хорошо, ну я скажу. И знаете, очень хорошо, что вы в чистом костюме в новом пришли. Перед панихидой переодевать не надо будет, знаете. Девочки! Девочки, все сюда, давайте быстрее. О, вот это женщина. Вот красота. Вот грация, вот успех, вот женственность, понимаете ли. Здрасте, девочки. Здравствуй, тренер вызывал. Ох ты, ничего себе. Штанга с одним блином. Девочки, знакомьтесь, девчонки. Тут хочу вас познакомить кое с кем. Давай, иди. Секунду. Это она любит, конечно, молодец, да. Красота. Натали! Вот так, да, нормально. А, 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 Светлана. Василиса. АПЛОДИСМЕНТЫ Василиса, кстати, еще формы не набрала. Она только вчера родила, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, товарищ из министерства, у него для вас есть сообщение. Говорите, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что, давайте. Я хочу... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сразу сказать, что это не мое решение. Так решили. Там. В душевой? Выше. В сауне? В министерстве. А откуда это министерство? В сауну ПРНС. Девочки, товарищ из министерства хочет что-то сказать. Что вы стесняетесь? Давайте, говорите. Министерство приняло решение, что... Что? 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 Что я зайду позже. Тебе? О. А у меня заросло дом жим. 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 А штанги то нема. Мужик. Яка вага? Ши. Ши. Шисят пять. Ого. Моя улюблена вага. Ши. Жим. 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 Ши. Шоу! Срочно! Ага! Да вы, да вы их сестички прокачал... Молодец! А-а-а! еще и волосатые. Ну что вы, куда вы? Я зайду позже, когда девочки будут вымотанными и уставшими. Послушайте, не хочу вас расстраивать, но они как раз сейчас вымотанные и уставшие. О, мне надо ноги покачать, а штанги нет. Мужчина? Не откажите даме. Нет. Не надо. Раз, два, три. Хватит, хватит. Хорош. Играй. Опускай, хорош. Как классно, ягодицы прокачали. Потрогай, потрогай. Хорошо, прокачали. О, а у меня метание ядра. Давай. Полетели? Света, Светочка, Светочка, не спеши, Ласочка. Он же нам еще новость не сказал. Давайте, прочитайте, у вас там приказ какой-то есть. Какой приказ? Ну, вот он у вас здесь лежит. Давайте, доставайте. Приказ? Это, да, да. Да, подожди. Я вам помогу, да, давайте. Значит, буду краток, девочки. Нас расформировывают. Расформировывают. Як? Как расформировывают? Вот так. Я же только сформировалась. Это мы будем такие бесформенные. Тренер, там, якщо в министерстве треба с кем вас переспати, ты ж таки скажи. Давайте, девочки. 65. Не надо. Не надо. Эй, эй, эй. Это что еще за уродки? Подожди. Это что у них между головой и попой? Талия? Тренер, так в мэн и пися в писяни жуных талия. Ой, силишки. Девочки, это сборная по пилом. И теперь это помещение принадлежит им. Вот так. Это что же получается, тренер? Мы золотые медали выигрывали, 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 выигрывали. А они на шесте помахали ногами, и все, им помещение? А послушайте, девочки, ну поймите, это новая сборная по пилону. Ну, простите, так решили в министерстве. Слышь, ты, министерство, а по какому принципу отбирают в эту сборную? Ну, кто красивее станцует, тот и в сборной. То есть, если мы станцуем красивее, то мы в сборной? Ну, я сомневаюсь. Чего сомневаешься? Я сомневаюсь, что вас вытяжет пилон. Ты не сомневайся. Аплодисменты. У-у-у! Ну? Ага. А ну-ка, шмакотявки, вон отсюда. Алло. Алло, министерство, нам срочно нужна новая форма для новой сборной по пилону. Размеры 3ХЛ, 5ХЛ и... У меня С-очка. И очень, очень растянутая С-очка. Вперёд! А-а-а! Да, мне бы. Дизель-шоу. Настоящий кризис в стране наступил тогда, когда мужики стали вызывать в баню жён. Итак, случай в бане. А-а-а! А-а-а! Ох! О-о-о! Санёчек, ты уже здесь? Ну, конечно, мы же на 8 договаривались. Ох, мы сегодня попаримся. Ох, попаримся. Саня, а где виски? Мы сбрасывались. Сюрприз. Саня, я знаю твои сюрпризы. Конспирация. Тут со своим нельзя. Отведайте чайку. Какой чаёк? Виски где? Отведайте чайку, говорю. А-а-а! Ох! А-а-а! Крепкий чаёк! 12 лет выдержки. А мой сюрприз будет чуть попозже. Вот эти вот. Фигуристые, работящие. Всё, как ты любишь. Смотри. Всё, как ты любишь. А-а-а! Здрасте, ребята! А-а-а! Привет, Жека, привет! А-а-а! А-а-а! Сюрприз! Здрасте! А-а-а! А-а-а! Здрасте! Ребята, как и договаривались, сегодня паримся с жёнами! А-а-а! Походу, мой сюрприз будет лишним. Я Марина. А-а-а! Олег? А-а-а! Александр! Да. А где ваши жёны? А-а-а! Да, ребята, где жёны? Жёны ваши где? А-а-а! 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 И моя Анжела повела её к ветеринару, вот. От, молодцы, ребята! Другие бы сразу воспользовались случаями, преституток вызвали бы. Да? Да. Я Женьку чё не отпускала. Говорю, шалавы будут, поотрываю всё. И тебе, и тому, кто их пригласил. А-а-а! Поэтому только с жёнами паримся. Да, 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 да. Ну, сегодня я одна на всех, нежданчик. Да. Ну, располагайте там тапочки, простыни. Не-не-не-не, у меня всё своё, неизвестно, кто тут до нас парился. Так, кто ты? А где я могу переодеться? А-а-а! А вот там, да. Женя! Что? Женя! Что? Ты привёл в баню жену! Вы слышали, ребята, если она сказала, оторвёт, она оторвёт. Мне это дороже. Ничего, потерпите. Потерпите? Сейчас вот эти вот приедут. Тёрочки. О-о-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Женя, Женя, Женя. А зачем вам в бане вот это? А это мы балуемся. Воду в них наливаем и бросаемся. А обливаемся. Да. Традиция у нас такая. Странная традиция. Привет, мальчики. А вот и мой сюрприз. Батальон удовольствия прибыл. Да, готовил свои пушечки. И-э-а-о-у-и. А это кто такие? А что, не видно? А это кто такая? Ну, если конкурентка, то... Ну, это моя женщина. А ты гурман такой выбрал? Это я его выбирала. Женечка, последний раз спрашиваю. Кто это такие? Это? Да. Это... Это, простите, ребята. Жены. Жены, ребят. Да. Девочки, пожалуйста, подыграйте, а то мне оторвут. Двойной тариф. Хорошо. Знакомьтесь, девочки. Знакомьтесь. Много о вас слышала Анна. Снежана. Да. По паспорту Снежана. А я, чтобы, короче, Анней зову. Да называй, как хочет. Ну, тогда и меня называйте. Просто. Мари. Анжела. Тихо, тихо, тихо. Тут совпало. Что ж, девочки, идите к своим мужьям. Анжела идет к Саше. А Анна Снежана, соответственно. Привет, любимый. Я вообще-то рыженькую хотел. Так не проблема. Ну что, присядем, что ли? Давай, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Женя, Женя, ну подстели. Неизвестно, какие шалавы тут до нас парились. Ну, мы были пару раз в воскресенье. Ты ничего не перепутал? Ну, что, дома же так. Девочки, встаньте, пожалуйста. Анжела, а как там ваша киска? Нормально. Вылечили? Да. А что было? Да так, по-женски. А кому показывали? Да кому, Натука, не показывала. Ну что, может, чайку? Хороший чайок. Крепкий. Я заваривал. Ага. Ой, девочки, у вас в сумке тут что-то вибрирует. Алло. Да, я освобожу через час. Ну, где, где? С работы. А это что такое? Новый веник для бани? Эх, Женька, я тебя сейчас им попарю. Можно, девчонки? Берите, вам понравится. А это новый массажер какой-то, да? Да нету, так, берем. Это для диеты. Чтоб не есть после шести. А, мне надо размером побольше. И с амбарным замком. А вы что притихли? Вы думаете, что я ничего не понимаю? Понимаете? Да, это просто... Вы ж выпить хотите, правда? Да. Я ж тоже не с пустыми руками пришла, Жень. Взяла нашу настоечку. 74 градуса. О, давайте бахнем. Да. Вам же нельзя, Аня. Че? У вас же сердце. Да? Да. Ам-дам. Саш, может, вы 20 капель чая не... Нет, только не в чай. Давайте я так... Чистоганом. А-а-а. Крепой-ка она, стойка. Крепкая, правда. А теперь Чай-кум, 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 Чай-кум. А-а-а. А-а-а. Идите, мальчики, попарьтесь, а мы тут с девчонками покалякаем. Нет, нет, я вас одних не оставлю. Иди в баню. Аня. М-м-м. Ну вам же нельзя. Чего? А-а-а, сердце, да. А давайте развлекаться, как мужики. Вы знаете, что они с ними делают? Ну вообще-то догадываемся. А давайте их наполним водой, когда мужики выйдут из парилки, мы их как жахнем. А может без воды лучше жахнем? Без воды не так весело. Все, 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 девочки. Напарились, давайте, собираемся, девочки. Идемте, пора. Ну, ребята, давайте еще посидим, пообщаемся, ну. Нет, знаете, просто сидеть и общаться дорого. Ох, и в копеечку же мне влетают эти посиделки с женами. Да, идем, Мариночка, все, 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 все. Давайте быстренько, оперативненько. Идем, да. Ой, извините, опоздала. Ну и где этот заикающийся мачо, который меня заказывал, а? Ой, ложечка моя жилоба выгибистая, да сподвы подвертом. На дворе трава, на траве трава. Саша, 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 от кого, от кого, от тебя, я этого не ожидал. Ай-яй-яй. И вы молчите? И никак не отреагируете, да? А-а-а. Это что тут происходит, я не понимаю? Саша изменяет своей жене с проституткой. А по морде ему дает жена Олега. Вы шо меня тут? За дуру держите. Вы думаете, я не догадалась, кто вы? Ну вы же эти. Эти, вот эти, которые меняются. Стрингеры. И ты молчал? Не отрывай. Да ежа, всю жизнь мечтала попробовать. Все идем в воду. Рыжая. Дизель шоу. Для любого мужчины страшнее всего не его похмелье, а похмелье его жены. Итак, представьте, утро девятого марта. Аплодисменты. Ой, господи. Как мне нехорошо. Ой, пить хочу, только пить хочу. Пить хочу, пить. Пить хочу. Слава Богу, хоть что-нибудь есть? Извини, дорогая... Женя! Женя! Да, Мариночка, да. Женя, ответь мне на два вопроса. Чё ты меня боишься? И что со мной такое? Мариночка, ты вчера напилась. Я так понимаю, что это ответ на оба вопроса. Вот как же так получилось, а? Я же практически не пила. Мариночка, это я виноват. Это я тебе дал эту конфетку с ликером. Что там будет с одной конфетки? С одной, может, и ничего. Ну, с двух сколько я их там съела? Пять. Ну, пять, подумаешь. Пять коробок, Марина. Мне же столько сладкого нельзя. А ты не переживай, ты только первые конфетки так съела. А потом ты раскусывала и шоколад выкидывала. Женька, а я ничего никому лишнего не наговорила? Не наговорила, Мариночка. Слава Богу. Ты наделала. Да? А чей это галстук? Это твоего начальника, Николая Петровича. Я так полагаю, что уже бывшего начальника, да? Ага. А где он сам? Выпрыгнул в окно. Да ладно, у нас девятый этаж. Мариночка, обрати внимание, мы не в своей квартире. Ты просто вчера предложила нашим соседям обменяться квартирами. Конечно, свою трешку. Согласились вот так просто поменять на нашу однушку? Сначала нет. Но потом вы так четко все аргументировали, что мы поняли, что это наш единственный выбор. Мы забыли поздороваться. Да-да. Здравствуйте, уважаемая шальная императрица. Жень, а я что вчера пела свою любимую песню, а? Шестьдесят семь раз. Шестьдесят восемь. Ну ладно, я понимаю, они поменялись, но диван-то наш. А диван-то мы перетащили. Вы сказали, вы без него никуда, потому что у вас там заначка. Так и шкаф наш. А вы точно не помнили, где именно у вас заначка? А? Боже, как неудобно. Женька, получилось ужас какой-то. Вы меня извините, пожалуйста. Все в порядке? Все нормально. Женя, ну ты же знаешь, чтобы меня обезвредить, нужно вызвать полицию. Я вызывал, Мариночка. Да. И шо? Здравия желаю, гражданка и императрица. А это тоже я? А че ж ты не вызвал подкрепление? Я вызвал, они приехали. П-п-посмотрите. О-о-о. А зачем они выложили из патрульных машин слово «извините»? Вы просили выложить «извините» за беспокойство, но патрулей не хватило, ни одна вы вчера празднули. Женька, а шо это вот это за коробка вот эта вот? Ой! Кто там? Мариночка, это ты пыталась нашего Лешеньку отправить к бабушке в деревню. Лешенька! Сынок, с тобой все в порядке. Мамочка, я выучил стихотворение, которое мы с тобой вчера учили. Вот видишь, мать хоть шо-то хорошее сделала все-таки. Расскажи, сыночка. Сергей Николаевич Нуров. Налову Тенок. Кандидатом. А зря вы его остановили, он вчера с таким выражением рассказывал. Даже с выражениями. А потом, Мариночка, ты сделала татуировку. Я? Где? Не здесь. Да ладно. Лешенька, покажи. Не забуду, мать родную. О, мать моя женщина. А это фраза на второй руке. Это, надеюсь, все? Нет, не все, Мариночка. Сынуля, покажи спинку. Шо это такое, Жень? Лес, горы, купола. Это рисунок нашего сына. А, вот вижу, вижу. Смаригин, Лешенька, четвертый Г. А где солнышко? А два дерева? Лешенька, сыночек, а мы с тобой больше ни во что не играли. Играли, мамочка, в черный плащ. Бесовская игра, бесовская, ух, бесовская. А что в нашей квартире делает батюшка? А ты захотела, чтобы он меня снова покрестил? Шо значит снова? До батюшки раввин приходил. Ой-ой-ой, сыночек. Иди в свою комнату. Женя. Мариночка, главное не иди в ванную. Я тебя прошу, не иди в ванную. Что ты боишься? Марина, пожалуйста. Что ты боишься? Я не поняла. Ладно, ну идем в ванную. Пожалуйста. В ванную. В шо в нашей ванной делал медведь. Он тебе надоел, и ты его там закрыла. А как он туда попал? Его вызвал твой зять. Ах, еще зять приходил, вот какая прелесть. Да, вы с ним играли в твою любимую игру. В какую? В дартс. Зячок, я выиграла. А что было дальше? Вот мне интересно. А дальше, Мариночка, ты дралась. С кем? С кем? Мама моя! Это же самый сильный человек планеты, люди. Теперь цей титул вашим императрицем. Я боюсь спросить, Жень, что было дальше? Дальше ты позвонила в администрацию президента. Я звонила Петру Алексеевичу. Да. Зачем? Поблагодарить за конфетки. Женя, мне нехорошо. Это была таблеточка, господи. Да, сейчас. Сейчас, сейчас, секундочку. Конфетка. Нет, 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 нет. Она же с ликером. Что там будет с одной конфетки? С этого вчера все началось. Дизель-шоу.